Привет! Сейчас собирался в поездку и решил, что можно все-таки потратить минутку записать ролик для вас про Peak Design Packing Cube 2-й версии. Те, кто давно из вас подписан на канал, знают, что я занимаюсь таким, люблю рассказывать про свои сумочки, рюкзачки и так далее. Кто не видел, посмотрите, вот видосы есть у меня на канале про разные мои рюкзаки, про разные приблуды. И сейчас решил вам рассказать, как все упаковываю вот в такой Packing Cube, прекрасный, пик-дизайновый, второй версии. Конечно же, этот ролик ода, хвала и благодарность магазину Bag & Wallet, который наши постоянные друзья, вы знаете, промокод на скидку 10% всем интересующимся. Вы ее, опять же, часто спрашиваете, находите старые ролики, в которых старые промокоды, промокоды периодически меняются. Я периодически снимаю вам ролики, чтобы рассказать о том, какой промокод актуальный. Как и сейчас. Посмотрим на пик-дизайн Packing Cube версии 2, привезенный из Bag & Wallet магазина. Зачем упаковывать свои вещи в кубы, будь то техника, принадлежности гигиенические, одежда и так далее, просто потому, что это удобно доставать, перекладывать в отеле, в поездке, не нужно копошиться в чемодане, в каких-то пакетах там, свертках и так далее. Все упаковано прилично и все легко и быстро можно найти. Чем это лучше обычной упаковки в рюкзак? Вот, на самом деле, по ситуации. То есть, вот, допустим, сейчас я упаковываюсь в Packing Cube, чтобы поехать не с рюкзаком, а с даплбэгом, чтобы немножко спину разгрузить и ходить, носить с собой только камеру и ничего лишнего. То есть, там не нужно много техники на плечах таскать. Поэтому у меня будет только камера, а значит, для переезда мне достаточно небольшой сумочки, куда поместится там пара футболок, штанцов и тому подобное. Уложено у меня здесь все примерно так же, как в моем фоторюкзаке. То есть, дивайдеры схожим образом расположены. Если я вдруг, в последнюю секунду перед выходом, захочу поехать не с этой сумкой, понимаю там, что у меня не все помещается или что-то в этом роде. Если захочу поехать с рюкзаком, я просто возьму рюкзак, положу в него Packing Cube и абсолютно вся техника, которая мне нужна, уже рассортирована так, как надо, уже лежит удобным образом. И я с рюкзаком уезжаю. Удобно? Конечно. Но так как видос не про рюкзак, не про DAFLE, разговаривать будем, естественно, про камеры Cube. Сейчас я вам расскажу, что у меня вообще в нем лежит, как оно уложено, какие предметы первой съемочной необходимости тут присутствуют. А потом расскажу, что вообще у него в комплектации есть, как с ним можно взаимодействовать. В первую очередь, ранган-наборчик. Тут две батареечки, флешка, чтобы просто взять, откинуть в карман и ни о чем не переживая пойти гулять. Камера, естественно. Sony FX3 занимает большую часть пространства для камеры на каменный монитор в отдельном, тоже пик-дизайном, кстати, микрофибровом мешочке, чтобы всегда был протертым. Монитор Mars M1. Обзор будет на канале следующем, по-моему, если не ошибаюсь. В любом случае, подпишитесь и нажмите колокольчик. И в Telegram подпишитесь, там тоже будут уведомления. Молодцы, кто сделал это. Дальше GoPro. У меня вообще не такая, я вообще пользуюсь Osmo, но для показательности положил одну из первых Hero. Прикол, кстати, в том, что она даже на батарейках работает, не забавляя точнее. GoPro лежит на таком вот откидном бортике. Под откидным бортиком батарейный отсек. Аккумуляторы для камеры, аккумуляторы NPH для мониторчика. Все аккумуляторы всегда нужно возить в ручной клади с собой, будь то аккумуляторы для камеры для монитора, батарейная ручка от стаба, аккумуляторы от дрона. Все аккумуляторы всегда в ручную кладь. Дальше чехольчик с дополнительными флешками для камеры, для экшен, симки, пин для того, чтобы симки листовать. Вы этот чехольчик могли видеть в ролике про мой сетап, посмотрите, он, правда, уже, конечно, устарел, и пора новый снять, но всему свое время ставьте лайки, если интересно, или пишите комментарии лучше, я буду так знать, что вам хочется узнать, что нынче я с собой таскаю. В комплектации с пакинг-кубом идет вот такой вот мешочек интересный, тут ездят HDMI и другие проводочки, тут, короче, это у меня отдел для проводков, там ездят для ноутбука, зарядка. HDMI тонкий, специальный для стабилизатора, чтобы он никак не стеснял движения плечей стаба. И вторая по величине, по занимаемому пространству в пакинг-кубе вещь, линза Sigma 100600 для самых жирных кадров, все это всегда ездит со мной в ручной клади, потому что тут лежат самые такие вещи, которые мне страшнее всего, чтобы побили где-то, или потеряли, или не довезли вовремя, потому что там, допустим, бывают ситуации, когда не приезжает багаж вместе с тобой, приезжает там на следующий день или через день, а съемки-то уже надо везти, поэтому все. По съемочной первой необходимости всегда лежит здесь, всегда с собой. Сложу на место, покажу последнее, что здесь лежит, это ремешок, пик-дизайн, стреп, по-моему, называется. Я всегда вожу, тоже может пригодиться куда-то пойти с камерой, без рюкзаков, опять же, без всего. И если вы совсем человек интересный, скажем так, то пик-дизайн предлагает вам этот пекинг-куб, видите, тут тоже есть по анкеру на нем, этот пекинг-куб взять с собой. Выглядит это будет, конечно, на мой вкус, не очень так, чтобы стильно, да, но, как или иначе, вот так можно снарядиться, так не очень удобно летит, если перевесить его с этой стороны. В любом случае, приехав куда-то на местность, можно взять с собой как отдельную сумку, тем более присутствуют кармашки с боковым доступом, смотрите, прямо при вас сейчас извлекаю камеру, хотя даже никак сумку к этому не подготавливал. Так что можете вот так вот отправиться прогуливаться, если такой вариант вам тоже подходит. Достали откуда-то из сумки и пошли сразу снимать. Пишите в комментарии, как вам, потому что мне кажется, что, ну, по городу не очень клево с таким ходить, потому что он как-то, он не выглядит как вещь, знаете, внешнего дизайна, да, то есть выглядит как, ну, понятное дело, что должно лежать внутри сумки. Ну, теперь, что из себя он представляет сам по себе? Пекинг-куб, пик-дизайн версии 2. Во-первых, стоимость у него 13700 рублей за большую версию. Есть еще средняя и маленькая, как вы понимаете, по-моему, есть еще экстра-маленькая, X-small, так она называется. Естественно, это бесконечная водоотталкиваемость, естественно, это бесконечная грязенепроницаемость, легкоотмываемость и тому похожая. Видите, есть такая стропа по периметру всего куба, то есть вы можете с любой стороны его взять, можете вообще отправиться с ним в пешую прогулочку, держа в руке, если очень такого хочется. Есть два боковых доступа. Естественно, что вы могли поставить его в рюкзак, преимущественно речь идет о пик-дизайновом рюкзаке, потому что там можно вот этот вот боковой доступ вставить в кармашек бокового доступа самого рюкзака, и тогда, открывая боковой доступ рюкзака, вы сразу будете открывать и боковой доступ пекинг-куба. Это невероятно удобно, у меня, к сожалению, пик-дизайнового рюкзака нет сейчас для демонстрации вам. Я с номантиковским рюкзаком хожу, у пик-дизайнового рюкзака, по-моему, тоже боковые доступы с двух сторон рюкзака, поэтому можете с обеих сторон залезать. Естественно, есть, как вы уже видели, верхний доступ, когда вы открываете вот эту крышку, ее также легко приспособить для того, чтобы, открывая рюкзак, вы сразу попадали в отделение с техникой, они открывали еще одну молнию. То есть, она заворачивается прямо от себя. Тут есть такой уплотнитель крышки, он извлекается, выглядит таким образом, и теперь эта крышечка очень легко заворачивается под себя и в таком виде встает в рюкзак. Тут уже открывая верхнюю крышку, вы сразу попадаете к своей технике. Чем еще приятна эта крышка, в ней можно носить какие-то документы, недокументы, особенно, когда у вас установлена вот эта вот твердая прослойка. Я тут ношу вот салфетки для рук влажные и накладка на туалет. Вы смеетесь, а штука полезная. Рекомендую с такими путешествовать, потому что не всегда знаешь, в какой из туалетов судьба тебя заведет и насколько он будет чист и опрятен. Ну а осталось про базовое наполнение. Вот такие вот три дивайдера небольших, которые сгибаются пополам и, в принципе, могут встать в любой размер созданного вами оконца. У меня один из них прикрывает линзу, чтобы, если что, при открытии она у меня никуда не выкатилась, не вывалилась, потому что бывали случаи. Я теперь перестраховываюсь. Два дивайдера больших, соответственно, чтобы организовать пространство под камеру и так далее. Дивайдер мой любимый с откидывающейся полочкой. Приятно ее даже пощелкать иногда. И, собственно, упомянутый мной уже ранее мешочек с липучкой, куда можно сложить провода, всякую чепуху, которую вам не хочется, чтобы болталась по вашему рюкзаку или по вашему кубу. Вот такая вот штуковина. Расскажите мне, как она вам в комментариях. Ну и можете забрать себе такую штуковину. Для этого переходите ко мне в Телеграм-канал, там нужно будет просто жмакнуть кнопку «Участвую». Естественно, вам нужно будет быть подписанным на мой Телеграм-канал. И рандомно один из вас выиграет такую штукенцию. Отправка, естественно, за мой счет. С вас только подписка на все. На каналы, на Телеграмы, на Ютубы, на все, что найдете с вот этим вот чудесным лицом. Спасибо вам за просмотр моего ролика. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. Переходите в магазин Баген Воллет, посмотрите, что там интересного для себя можете найти с промокодом на 10% от меня и от Баген Воллета. Естественно, тоже спасибо им очередной раз большое за давнюю историю поддержки и дружбы с моим каналом. Они чуть ли не с первого, они не то, что чуть ли не с первого, они, мне кажется, буквально побудили меня заняться интеграциями, делать интеграции на канале. Вот, так что спасибо им в любом случае всегда и круглосуточно. Вам спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok